И победы, Нового Бога, кроме Тебя, Христе Божий наш, только насыщи нас земными Твоими благами, и лиши нас и небесных сокровищ, обещанных Тобой. Слава Тебе, Господи, за сей воскресный день, а за напоминание великого труда Иоанна Златоуса. Хвала Тебе, благослови предстоящие занятия, путешествующую Марину и Полину, Аполинарию. Тебе, Господи, слава за все. И упокой в обительных небесных родных и близких родителей, и вопрестанную рабу Анастасию. И украти неистовство, Максим, зло моего, обратив добро, не дай ему погибнуть, открой ему истинную евангельскую. Человек, создан для добра, а не для зла, не дай ему погибнуть в ожесточении. Тебе, Боже слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Садись. Я когда-нибудь могу поговорить, начну я с вас. Мы сейчас с Володей вот снимаем. Ты подключи, возьми у него пока. Надо, чтобы это, в православах, вот. Володя сейчас подойдет. А вот он, нет? Да, мы на Сергею. Это мы что, пойдем, когда у нас надо обеспечить запас. Володя сейчас подойдет, пока мы там подсоединяем. Я немножко тебя спрашивал. Воскресенье, время 10 часов. Какой нам? 15 минут одиннадцатого. 15 минут одиннадцатого? Попробуем завтра. Я беру с пол-четвертого. 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 Все, слышал? Пол-четвертого. Да или нет? Ну да. Что-то кивком головы нигде писание этого не. Написано, да, да, нет, это все остальное, это от лукавого. Ей-ей. Вот это кивание головы, это от лукавого. И вы никуда к делу не пришьешь. Теб, может быть, и коты мучает, а ты мотул башкой. Все. С лениным в башке, как Маяковский говорил. Это не оскорбление. Я начну с того, что потом перейдем на Володю. Тебе нравится здесь быть? Потеряйте вот здесь. В том положении, как ты ездил. Приходишь, уходишь, поел, на работу сходил. Что и как. С той свободы, в которой ты находишься. Тебе достаточно? Я тебя, Виталий Калиников, спрашиваю. Ну, мне тяжело, конечно, когда вы меня начинаете прессовать. Так, тяжело. Ну, у меня начинаешь внутри все это. Как облегчить это твое состояние? Как облегчить? Я готов выслушать. По пунктам давай. Где, в каком месте тебе тяжело? Из-за меня. Чтобы я пересмотрел свою позицию по отношению... Да не надо, значит, а вы по-другому... А? У вас все правильно вы делаете-то. Я откуда знаю? Вы же себя тоже... Как я буду вас-то... Просто... Ну, у меня, видимо, столько вредных привычек всяких разных, которые брыкаются и так далее, пока и победишь. Я так вот думаю, что ли? Когда вот вы... Там... Ты здесь неправильно делаешь. Что неправильно делаешь? Здесь ты вообще никакой... Вот. Ну, ты там... Там не надо говорить, там, конкретно. Где еще? Ты быстро... Ну, я согласен, и медленно работаю. За столом по порядку. Сейчас, мы были за столом. За столом порядок такой. За стол не заваливаться. Вот. Вертикаль зайдешь, чтобы лицом нигде не заваливаться. Тебе это нравится? Ну, это красиво. Красиво это, во-первых, это соответствует написанному писанию. На чашка не склоняется. Василий Николай только скотине наклоняется. Человек подносит себе. Дали. Даша кистей... Нет, почему? Даша локоть. Написано, стыдись, облокачивание. Зачем бы Библия это говорила? Его называют премудрость и сераха. Эта премудрость не разрешает делать. Так это... Стыдись, Игнать, тихий вопрос. Я сейчас заканчиваю. Плохо, как качество. Я говорю, не выслушал. Даешь, стыдись, облокачивание на стол. Значит, отсюда вывод. Кто делает по-другому, он бесстыжий. Он не стыдится. А не стыдится, это бесстыжие. С этим согласен? Ну, выводы тут из самого предложения идет дальше. Теперь говорит дальше. Вот я беру только за столом. Надкусанный кусочек ломать только двумя руками. Надкусанный что-то не было. Тебе надо хлеб отловить. Если что-то надкусил, все, ты должен его съесть. Ничего в чашке не оставлять. Много или мало? Налили много. Я половину. Он отольет. Ты еще ложкой не лазь оттуда. Дальше. Второе не брать без первого. Первое можешь половину взять. Второе не дают пока не будет первого. А если не будешь первым, причину покажи какая. Или ты совсем ты ничего не хочешь. То есть, ну, на все ответ дается. У меня на все ответ. Это устав называется. Устав. Это устав. 45 лет я учу детей. Тысячи детей научил. И ни один, ни родителей, никто не опротестовывает. За стол садиться, только чтобы до кистей руки были закрыты. Я тебе уже не раз на этом ловил. То, другое дальше за меня пазать. Опоздал, значит, промазал. Ушел мимо. Какая нужна опаздывать на одну минуту? Я говорю только о столе. Без слова. Поднял. Разговаривать я их, потому что наставляю, как начальник лагеря. Остальные молча. Показали половину. Это половина второго, третьего. Если наказывать человеку, ему не давит первого или второго, он обязан стоять напротив стола и смотреть, как другие едят. Чтобы в нем больше разбить желание сидеть за столом. У тебя никакого опыта нет. Совершенно нет. А отрицательное ты приносишь и считаешь за это правильное. У нас и правильно по-твоему жить. Ты сам понимаешь, уже за столом будет раздрай. Ничего не оставлять. Чашку последний раз второй сел, вырезал ее, дежурному показал. Дежурный вид еще раз махнул рукой, прокинул. Кружку точно так же показать, но не опрокидывать. Так трудно или что? Говори. К вам, к вам, к столу вопросов вообще нету. Я как в еде говорю, у меня вопросы. У тебя нет вопросов. А вопрос такой, облокачиваться только во время еды нельзя на стол? Во время еды. Стол. Во время еды. Понимаете? У нас форма такая в деревне. Обязательно в поясе. В поясе. В лагере всегда в поясе. В деревне, в храме и в деревне. А в городе у нас в густаве нету. Едетой кредер, пояса все сбросили и поехали. А они будут страдать из-за этого. Это мини-крия. Это нашим вашим. Вот. Есть такие вещи, которые, ну, просто необходимо это знать человеку. Который попадает, а мы заранее его оповещаем. Не пить, не курить, материться, не врать это однозначно. Но внешне, даже внешне. У нас нету никакого ограничения на вову. Женщина в храме, платье должно быть не больше 10 сантиметров от пола. Ниже может быть, вот как Пустина сейчас одевается. А выше нет, 10 сантиметров. У нас есть палочка, как в Бирме полицейского. Палочка у него, на ней номерок сколько? Она вышла, а у нее больше 20 сантиметров. Ее сразу арестовывают. Дальше дадут ей палок на площади. Сколько надо и вытворить из страны. Была бы большая статья от Азербайджана до Азербайджана. То есть целый Азербайджан за границей. Приехали туда, я не знаю, это то ли в Турции, или в Макистане. Они выходят, а она представитель прессы. Шагать ее раз, полицейский остановил, с трапы она не сошла. У вас, говорит, рукава как, ну и что? У нас не положено. А вы без платка. Да вам-то какое дело? Я свободный человек? Нет, вы у нас не свободны. Вы границу пересекли. Вы должны надеть платок, и не как-то, как у нас, как хижаб. Да еще мне указывают. Да нет, мы не указываем, мы вас возвращаем, если сидим в самолете. А если вы сойдете, значит, три года вам срок тюрьмы. Вы поняли или нет? Я уже не отпускаю, пока она не скажет, поняли или нет. Говорят по-азербайджански. Не понимали? По-русски, по-английски. Поняла, распишись. Она подписала срок себе. Зашла в самолет, мигом переоделась. Стоит, как мусульманка. Да? Две команды, российская и их. Это в какой стране? Я тебе говорю, я точно не указываю. Это комсомольская правда большая, статья от Азербайджана до Азербайджана. То есть от этого Азербайджана до заграничного. Мы по-своему думаем, а у людей есть правила. Поэтому наши мысли их не интересуют. Вот представь себе, джида, порт, голландский корабль входит. Я еще на корабле был и читал про это. В это время встречает Лос-мурский маленький катерок. Провести там, где же он не сел он и покуда там ему. В это время другие корабли от птицы находят, чтобы его провести. Я сам, на каналах меня всегда ставили. То есть из всех моряков у меня самое лучшее было вождение. Я не нарушу вернуться к кораблю. Он еще не пошел, а я уже чувствую, куда. Это канал. А в канале где-то стоят корабли. И пока ты разворачиваешься, для разворота его нужно 150 метров. Ты уже протаранил Сан-Пирс. Как только здесь не моя вахта, ничего мне кричат. Лапкин зашурвал. Я там. И поэтому знаю эти порядки. Вот он подъехал. Так. Так, разрешите туда пройти. Да, идем. Так, этого что? Буфет? Так у вас это алкоголь. Да, почему он не запечатал? Ой, я забыл. Нет, подождите. Но я сейчас закрою. Я знаю, что у вас строго. Не надо закрывать. Он открытый. Мы границу пересекли в порт. Я прошу тебя, пожалуйста. Я вам заплачу за это. Капитан говорит. Фамилия и имя его указаны. Он говорит, этого делать нельзя. Меня сразу посадят. Семья будет нищая. Ну, все так и зашли. В порту сразу зашли. Описали все. Да я капитан. Ну, вот и хорошо, что вы капитан. Но вы наши порядки знали. Знали. Но я как-то не проверил. Это мы записали. Так и есть. Но непроверенный корабль вошел в эту границу. Устав. Его арестовали. Два с половиной года. Два с половиной года. Сидеть каждые, кажется, полгода или три месяца. Выводить на площадь и бить палками. И заплатить такая сумма, которую его дядька еще помогает будет из Киева. А потом отпустит его, наверное, на земле не будет доставать, до дома бежать. Понял? Я тебе рассказываю про разные государства. Вот он идет, идет, под руки ее держит. Журналист. Советский. Он только спросил, говорит, она вам это жена? Да нет, мы сотрудники одного издательства. То есть она вам не жена, вы не расписаны, не венчаны. Да нет. А у нее муж есть. Она не замужняя, я тоже не женатый. Вы не замужняя? Она говорит, да. А вы не женатые? Если вы еще сейчас подойдете рядом, вас сразу же стоит. И вы оба оставите здесь в Египте. Я не знаю сколько, три года. Три года и так же точно будут быть. Мусульманский строй. Вот теперь это свои сотрудницы, это подальше от нее. Почему? Игра закончилась. Вам нужен этот строй, он подает, он совсем рядом. Мусульмане вас говорят. Мне учиться не надо, у меня все по-мусульмански. С чем ты недоволен, кроме обеда? Выскажите все мне. Мной недоволен конкретно, он старый был. Ну, и люди недоволены старостой. Я попытаюсь ответить. Тогда я тебя начну. Нет, ну вот, например, я точно знаю, если, я хотел переменить, ну, руку не нагружать сильно, что-то по-другому, чтобы она восстановилась, и потом она еще крепче станет. Вот, вы сказали, так, все терпеть до конца. Я точно знаю, что он уже дальше будет еще хуже. То есть, потом наставит момент, когда я просто, ну, не смогу вообще работать. Так, вопрос окручиваем. Да? Да. Верия Саласаса, слышал такого? Нет. Латышский писатель, советский при том. И он описывает, как из-за эмиграции, оттуда приезжали люди, и он идет, требуется на заводе. У него геноса никого нету. А он как раз, если он скорее афиши сорвал, и бегом на завод. Он думает, что другой-то не опередил. Он афиши срывает. А дальше идет, смотрим, там еще два завода, и требуются те же самые рабочие. Он говорит, а как так? Ну, не хватает. Тут такая промышленность, говорит, Россия помогает. И сейчас мы, говорит, пойдем такой. У него ничего нету. Ну, его там взяли. А в свободное время уголь разгружать. Ему надо деньги. А рукавишек? Никаких рукавишек никто не дает. У меня, говорит, кровавая мозоль и лопнули. Да дайте заживет, да потом как-то сразу. Все, до свидания. Мозоль, лопнула шкура, течет кровь. Но, говорит, у меня уже через месяц были как подошва у коня. Ладони такие. Они вон закаляются. Босиком человек ходит, он даже не чувствует. Рассказывает, что в древней Греции были эти стаины, бегуны. Беганы. У них были, говорит, такие, что прибивали железные подковки. Такой толщины. Покров. Как это может быть? Я в это не верю, но, говорят, деревянные башмаки. Ты думаешь, тебя, рука, там то, другое. Я тебе рассказывал. У меня не просто рука, а вторую инвалидность мне дали. Инвалид второй группы. Почему? На высоте, мы стекли, вот это как корпус идет. Ну, вот так, крыша. А на ней вот так, высоко, выше стеклянное. Называется, чтобы среди там цеха видно было, знаете, это фонари. А они делаются фонари. Вот такие же вот, как у окна, но только железные угольники. И там дырочки, клямеры, буквы Г, прикручивать надо. Мороз 43 градуса. И там же поставлена маленькая будочка, и огромные-огромные такие, прям проволока чуть не впались. Жар дает, спираль. Туда раз. А вот этот перепад температур, 43 градуса, стекли только голыми руками. Там, не знаю, день-два списали, день-два списали. А я дольше всех был. И у меня поражение нервной системы было. У меня руки вот так вот усилили. Все. Все Господь возьмал. Там еще и с парапином лечили, электрофорез какой-то, все только не было. Может, что-то не так назову. А у тебя ничего там внутри, только рука заболела. А ты никакая не полез, ничего, усталость. Ты не работал. Вот, и дело по этому, атрофировалось крыло. А теперь она восстанавливается. Тебе не бросать, надо сидеть. А сколько сидеть? Не знаю. Держу сидеть. И как определить? Ни один врач тебе не определит. В ГУЛАГ тебя взяли, а ты никакой не поверил. Я точно знаю. Минимум три дня. А лучше пять. И тогда все. Да почему пять-то? Лучше пять-то пять. Ну я знаю. Это восстановление. Ну врачу-то еще скажешь. Разрушенные клетки, им надо восстановиться. Ни один прибор этого мне не покажет. Ты с тобой разговаривать не буду. Иди на работу. Иначе тебе Захар переснул. Мы можем же рокировку. Но я тебе обещаю. Ты Солженицын рассчитай. Один день Ивана Денисовича. Официально запечатан в Советском Союзе. Понятно, если мы были. Что я сейчас сказал? Назови. В Советском Союзе. Что в Советском Союзе? Последний день что-то. Я говорю, Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Повтори. Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. А что такое? Произведение. Про что? Про что? А то что? Я не читал Энгентиф. Не читал. А что ты вообще читал? И там, говорит, пошел, я к врачу. Там, говоришь, там, все раз, что точно так же, как ты. Он посмотрел, говорит, не дури, иди, пока тебя не арестовали. И все, весь сказ. Тебе такой шплин забьют, двоим вытаскивать будут. Надо это. Так, все. Теперь я тебе скажу. Платок, как он называется этот? Носовой. Носовой. То есть, он где должен употребляться? Ну. Для носа, для носа. Нигде больше. Для носа. А ты только за столом шесть раз его разворачиваешь, и этими соплями трешь зубы. Впервые в жизни это вижу. Носовым платком, которым пользуюсь уже сколько, и зубы теряешь. Зачем ты зубы теряешь? У меня сопли нету, Игнатьевич. Да нет такого человека. Я не зубы тру, а губы, вот, у меня борода вся такая. Я зубы не тру. Ну, наверное, все ответ есть, понимаете? Это бабий характер. Не насти твой. Да знаю я, что у меня бабий характер. Так, послушай. Ты можешь сделать так, чтобы с оплевом платочком губы больше не вытирать. Ни губы, ни зубы. А ко чем вытирать? Салфетки. Другим тогда платочком? Я тебе сейчас еще сказал, повтори. Носовым платочком губы не вытирать. Да не губы, ты зубы поднимаешь, зубы терешь. Нет, Игнатьевич. Ну, ладно, губы. Фактически. Я губы вот... Ты специально разворачиваешь и начинаешь тереть. Да у меня внутри бы все мурашками покрылось, если я бы вот этим сухим платком зубы стал тереть. Ну, зубы и губы на место, реально. Ты трешься не сверху, а трешься вот так круто. То есть нижнюю часть, которая называется здесь уже, к небу идет. Ну, что ты говоришь? Ну, я тебе говорю. Я все время с людьми и ни разу этого не видал. Ну, вот это ни разу не видал, это уникально просто. Грязный платочек, и ты его все спокойненько берешь и начинаешь мусолить. Натираешь, как ботинки офицерские. Можно вам просто? Сейчас пока не надо. Я говорю, ты можешь это не делать? Ну, а чем? Руками вытирать? Да не надо ничем. Заведи другой платочек несопливый. Хорошо. И в кармашке его держи чистый. И вытишь губы. Хорошо. Другой платочек буду использовать. Который никуда не будешь пользоваться. Только для губ. Выход нашли? Да. Но сам ты бы не нашел. Даже что я должен? Тебя? На все ответ. Теперь говори дальше. Чем я доволен? Ну, мне надо это. Заработать же, чтобы отправиться туда. Чтобы зарабатывать равно уралию. У нас, когда здесь живут люди, средняя плата в течение месяца 7 тысяч. Ты можешь оплатить это 7 тысяч, что ты здесь живешь? Тебя кормят и проще. Кормят, поют на равням взрослым. 7 тысяч можешь заплатить? Туда-то? Да я почему не могу? Да подожди. У нас, у меня, практически, питаешься, а платить куда-то будешь? Ну, что ты смеешься надо мной? А, вам заплатить, что ли? Ты где питаешь? У вас. А, как ты понял, что это само попадает или что-то стоит? Понятно стоит. Ну, люди, когда приезжают. У меня 53% детей бесплатно. Это которые близко, многоветы. Но, бывает, приезжают и сами дают деньги в первый же день. Только подошли, я говорю, ну, подождите. Вот, приезжала Голубева, которая, Галендухин, они сразу деньги выкладывают за имбетишек и прочее. И у меня взрослые дети одинаковые, 7 тысяч. Но, когда он далеко, я после еще пересчитаю и это не возьму. Вот она предпринимательная, она в среднем 40 тысяч, Оля, получает. Ну, она заплатила сразу. Так, заплатила? Все. Что спрашивать-то? Ты иждивенис. Иждивенис. Поэтому ты скажи, способен ты заплатить или нет? Так я тружусь же здесь, трудом, я же трудом плачу. У меня денег. Ты можешь заплатить или нет? У меня нет денег. Не можешь, поэтому тебе ничего не спрашивают. Ну, ты не отвечаешь, как тут, ну, это, вот, это, потому, вот тебе и на. Нет определенности в словах. Дальше. Вот работа, ты сказал, я отрабатываю. Возьми вчера, суббота была. Я заранее предупредил, субботу не пасти коров, никакие там работы, нигде ничего не делать. Ты свободен от деревенских всех. Ты это слышал? Да. Дальше, а зачем, я говорю, чтобы подтянуть свои дела. У нас тут есть колоть надо, там убирать, что-то такое. Мы здесь субботу работаем. Он работает здесь, говорит, а где Виталий? А нету его, а где он отдыхает? Я пришел, правда, отдыхает. Но на тебя это как стресс. Как только стало работать, а может, я торит. У тебя сразу члесло слабеет. Притом ты не единожды уже. А маленько мы хотим. Ну, ты маленький, понятно. У меня парень один был. Я тебе еще раз расскажу. Черепан, Черепан, кажется, его. Из Денисейска приехали мать. Две дочери, два сына привезла. Ни у кого ничего нету. Ни смены белья, ничего нету. Просто как будто бы из соседнего двора, вышли ко мне. Встречайте, я ваш дядя. И вот теперь я с ними должен что думать. А один парень из них очень спортивный. На вытянных руках вот так вот солнышко делает, крутится. И другие вещи делал. Я говорю, не курите случайно, Слава? А вот этот, нет. А Слава, это и Дима, Димитрия. Не курит. Я говорю, если я найду, я тебе сразу креплю 15 горящих с сеткой, ручками. Ну, да что ж, я не курю. У меня в соседней комнате, где я дежурил, там солдаты были. Они у них нету, а вечером они... Почему там были они дальше? Что-то они охраняли склады. А у них там машинные сиденья были, другие. Я его завел, разувался. Он разувался. Снимай носки. Он спит. А зачем? Ну, ты ко мне приехал, я тебя хочу переодеть. Снимай. Он снял носки, папиросы посыпались. Так, ложись. Ну, я ему штук 5 влепил. А можно я в туалет? Я вам это еще рассказываю. То есть, у него сразу шлесло расслабили. А парень спортивный, такой видный. Ну, лет ему, может быть, 14. У вас у всех хотя одинаково. Сразу полос пробивает. Он в туалет сходил, ложись дальше, он лезь. Когда я его по полной программе проучил, он к матери. Мама, а как же дядя Игнатий так сразу нашел? Да дядя Игнатий-то какие трубы прошел? Я знаю, где вы еще храните. А что ты куришь, я вот по этому определил. Все. Больше он был? Так, приехал тут Черников Александр Тихонов, журналист. А в это время нашли пачку, кустую. Я начал расследование. А он сразу подошел к нему и говорит, а вы курите? Он говорит, да, какой номер, а зачем тебе? Да у нас пачку нашли. Тот назвал приму, он говорит, нет, это тут другая. Надо найти, кто это курит папиросы. Мастухи там или вы? Он знает, что он в счастье их первый будет отвечать. Я тебе с примерами говорю, что тебя сразу пробило. Тебя нет, я пришел, ты там. А что ты здесь? Отдыхаю. Я не отдыхаю. Я не отдыхаю. Я не отдыхаю. Я не закончил предложение. И у тебя даже это, глуп тот, кто дает ответ, не выслушал. Тебе только слушать надо, ты как шариком в зачаточном состоянии только. Слушать и исполнять. Барнетарина у вас нет. Дальше что? А дальше надо тебе показывать. И вот так вот лежит, Гнилужкова до этого. А ты вот так вот, там где у нас куб, вокруг кубок. Я говорю, куда он пошел? С той стороны. Я тебе говорю, зачем ты пошел туда? Когда мы там перед глазами. Зачем ты эту петлю начал делать, чтобы подойти? Тебе никогда не объяснить. И тут, я когда Сергей, все, рядом, везде гнилье лежит надо. И ты не рубил. Ты ко мне туда отнес, я на скворечнике был. Ты понял, что я делаю? Я тебе скажу, ты понял, что я ничего не делаю. Ты принес и ушел. А когда ты ушел, я не знал, что ты второй раз пойдешь. Я второй раз не говорил идти. Ты меня застал уже, что? То я вытаскиваю гвозди и рублю то, что из чего вытащил. И все на баню топили моими дровами. А у тебя полена одного не было. А одного полена. Так я сколько в чашке у тебя, и у меня гвоздей надергали. За короткое время. Ты к каждому влайку, вот так вот вокруг, как петух, возле курицы на крыльях и на скрипке играешь. Что ты крутишься? Сено подцепить раз в десять. Ткнет сено, а потом начинает поднимать. Вот настолько лишних движений, настолько медленно, что работник ты аховый. Так только где-то отдельно, и вещь, чем подбить и ток, и на полкружки компота, и два сухаря. Больше ты не заработал. А то не священник виноват, который женил тебя, не Настя, а ты. Ты лотер из Иисус Верности. Постоянной работы, в последнейший день нет. Мне это непонятно. Абсолютно. Я жил время, когда два-три дня, если ты не на работе, государственная. Ты-то унеядец, тебя судят три года. И будешь там работать. Руку не будешь показывать. Ты у меня никакой ты совсем. Вообще, я только гляжу, а пятка попала. Дальше вы делаете. Я сколько мог сделал. Там у себя закончил. Пришел. В магазин взял. Это вторая часть, второй этаж. Колодки пчелины семьи. Поставил на нее ручки, тележки и начал грузить. Я нагрузил ее. Абсолютно правильно. Распределение, все. И что на дорогу начнет сползать, я никогда не думал. А почему? А потому что была допущена роковая ошибка. Узел внизу завязать, тебя послали. Нет, завязывал я. Я говорю, ты натягивай, я буду завязывать. Он натянул, я чувствую, что еще бы можно. Я говорю, давай, давай идем. А когда она поползла, уже все. И на бок, и все. И называется карма, тут же наказание. И ты не можешь держать, оно все сползло. Сползает назад, но не наперед. Ты видел, что сползает? Поднял бы кверху вот так вот. Я же не вижу это. Чтобы оно весом своим туда подвилось. И на это даже соображения нет. Она ехала вперед, почему? Потому что ты вниз ее давил. Она и ползла. Ты? Какой? Давай с Сергеем-то она натягивает, вдвоем кое-как довезли. Два дела делал. Два дела и оба никак. Ну вот последний раз мы когда уже без вас. Ну хорошо. Ну ну хоть бы надо все время терять. Научились. Дергать дальше. Второй рост. Не, высказывай мы это. Претензии какие? Да какие претензии, Игорь Иванович? Ну ничего нету. Да вы, тут хозяин ваш, ваш монастырь. Меньше всего. Вот сейчас сидит здесь Путин, я бы ему высказал претензии. Зачем дал разграбить страну? Зачем депутатам пенсии 450 тысяч, а москвичам, даже москвик, 9 тысяч? Если 9 тысяч, хватает всем. Зачем это 450 тысяч, пенсия? Сейчас пишут. Пол миллиона. По недоверию Лужкова убрали. Это вот, кто там был тогда? Лужков у них. И пенсию назначили, кажется, 254 тысячи. А жена самая богатая женщина в России, Батурина. Ну разграбили страну, перегнали, все, богатство, 72 года трудились. В Америку, да в Израиле. Что он не знает Путин-то? Или чтобы только у власти удержаться. Вот он сидит рядом, я ему буду говорить. Владимир Владимирович, помирать-то будем? Ну посмотрите, что делается. Опять вас избрали. Народ доверяет это. Ну маленько прижмите это воровство, эту коррупцию, как в Китае-то. Ну введите в закон, чтобы проголосовали. Коррупционеры в Китае сразу уничтожают. На стадионе. Если у него денег нет, он говорит, там, в тюрьме должен заработать на пулю. Тогда расстреляют. Ему надо заработать. На пулю. Нам учиться надо. А у них бога-то никакого нет. Они действуют по совести. Наркоманы, которые то-другое, наркоторговцы, их прям показывают. На стадионе расстреливают, валятся мальчики, девочки. Я, Владимир Владимирович, это все бы и сказал. Помирать будем, дорогой брат. Ты молишься, заходишь там. Правда, в последнее время креститься совсем перестал правильно. Кто тебя развратил? Патриарх? Патриарх сюда вот руку доставит. А ты вот как молился. А сейчас точно так же сюда подмышку куда-то сует. Я бы им все высказал. Пришли, которые мигрантки едут сюда, которые есть верующие. Расскажи им там, чтобы они знали, куда ехать. Да помогите дорогу восстановить, школу. Я бы завел с ним дружбу. По-хорошему. Сказал местному прокурору, или его убери, или все. Он совершенно свое дело не знает. Когда надо строить, он вот это ломает. Ну, то есть я вот так бы поговорил. За слова-то не надо ступляться. Давай, говори. Вы же протоколы читали, Игнать Тихонович. Зачем вы сейчас о Путине такое говорите? Это все как воздух сотрясать. Согласитесь. Да все с тобой соглашаться-то. Я знаю, сколько людей из того общества вернулось на путь истинный. В моем доме и калились коммунисты, комсомольцы. Я с тобой буду разговаривать на эту тему. Куда ты полез? Когда у тебя ничего нет за душой. У меня дверь открытая была для всех. Ни два, ни три человека. С вокзала приезжали, знать не знаю. А потом я уже вижу, какие плоды. А ты вот сказать... Ну, если он повернет, он уже президентом не будет. Ну, сейчас не о нем речь, а это тебе. Ты будь президентом своего уму. Я думаю, как полагает епископ. Он говорит, а я уже епископ. Как епископ? Свою лучи его. Вот смотри. Вчера ты хотел постирать. Хотел? Да. Я тебе сказал, когда придем из храма, тогда уже все помылись и есть стирать. Почему не пришел? Я постирал. Где? В бане. Когда? Когда? После еды. Все постирал? Ну, что успел? А кто заткнул там дыру? Носки. А душину? Я заткнул. Зачем? Вот дальше нету. Ну, поехали. Ну, зачем ты ее заткнул? Когда вентиляции-то нету. Не забыл я обратно ее. Зачем ты ее туда засунул? Что, допариться пошел? Ну, я зашел туда, смотрю, камни еще горячие. Еще? Ну, я туда подбросил. Еще раз? То есть, о чем речи не было? То есть, ты совершенно самостоятельно. Я вытащил, чтобы ровни подбросили. Ты идешь на пропалую. Почему я дверь-то закрыл? Ласточка там спокойно себя чувствовала. Да, Ласточка, вчера я вижу двое разъевшихся детей. Заходить только один раз. Парную. Не так, чтобы вышел отдохнуть и все. Больше, чтобы этого не было. Еще одно замечание, и ты не решаешься. Я скидываю все это на твою дурость пока. Ты, я решила о том, чтобы прийти, горячая вода. О том, что ты теперь подбрасывают, заново кочегаришь. У тебя полена нету здесь. Я не кочегарю. Твоего полена ни одного там нету. Заплати мне за поление, за эти, которые ты сжег. Я ничего не сжег. Ты сейчас только сказал, замер. Нет, там просто камни еще горячие были. Я там ничего не поджигал. Вы что, Игнатик? Бесполезно. Мне кажется, ловить даже не надо. На животе ползаешь все время. Не годится. Ты делаешь не то, что он тебе сказал. Тебе надо помыть. Нет, ты заново раздеваешься и заново начинаешь париться. Ну я чуть-чуть там раз, а потом стал стирать. Могу это бречь и не было. Я же не буду в одежде стирать. Вот чуть-чуть. Целовал он чуть-чуть, обнимал он чуть-чуть. А родился, молез, и уехал отец. А чуть-чуть, говорят, не считается. Это про кого? Про меня. Про меня. Ой, да смеется так заразительно. С вами ласковая ночь. Какую конфетку сосал. В какой красивой обертке была. Ну да. А когда обертку содрала, запачкалась от внешнего, то теперь такую есть не хочу. Ты не прав на сто процентов. Мне оговорки твои не нужны. Ты серьезное нарушение по отношению к бане сделал. Запер, нагнал пару и закрыл. И оно стояло до утра. Не, я не закрывал дверь. Когда ушел, оно было открыто, дверь. Только я здесь на эту не вытащил. Как сказать, за тысячку. Зачем еще раз знаю, что тут ласточка не может залететь, сидели в боя раздевшие. Зачем сидели? Я трусы все в баню занес. Веник принес, но париться не стал. Я все время думаю, ласточка, как она там? Я трусы надел, выскочил. Володя, иди. Володя видел. Я в одних трусах и ушел, не стал. Там ласточка, ласточка. Как бы детишки не погибли. Ты никого не видишь. Что Насте твоей плохо? Нет, она прелюбодейка. Что сына не дает. Да она права кому давать-то? Ты только дурному научить можешь, что я его. Ни опыта, ничего нет. Я, чтобы даже не слышал больше, мне с Настей познакомиться надо. Познакомься. Ты вот дальше смотри. Как считаю. Так, маленький вопрос ко всем вам, братья. Вы здесь будете. Как вы считаете, оставлять его одно без присмотра или сюда вымести? Там запереться у меня на замок и на этом все. Он на саманном отдельно. А эти двое здесь у нас с Володей Сергеем. Так. Сюда его. Сюда? Так, а ты? Я не против. Не против. Все. Сейчас перед тем, как пойдем, вытащишь вещи. Все. Туда в ходу тебе больше не будет. Потому что ты бесконтрольная. За тобой бегать. Зачем мне? Я вчера с тобой бегал. Ты будешь за мной бегать. Я тебя отсажу кое от чего. В бане. Заходить только вдвоем и быстро помылся. Ни денег больше не брать. Париться не будешь. Ты выпарил свое. Я уже третий раз. Третий уже, наверное, субботу не парюсь. Обойдется. Сам себя ухоряю. Мало я же, говорит, мало пить. Здраво будешь я. А плоть твоя по поросящей лежать будет. Ты себе не отказываешь. Своему самому любимому. Договорились. Платочек, чтобы второй был свежий. Свернутый. Не скомканный. И тогда три губа отдельно. Хотя ты трешь зубы. Зубы вообще нет. Пять-то раз за столом, когда сидишь. Зачем тебе столько раз? А шестой раз сейчас. Борода выросла. Ты готов уплывайся от нее, да? Борода. Усы. Ну, Володя, борода. У Сергея, у меня, у батюшки, никто не трет. Ни Никита это не делал. Никто. Я говорю, я среди бородатых живу. И никогда не видал это. Ты как какой-то ритуал делаешь. Достает платочек. Здесь все убирает. Или же губа поднята. И трет туда просто стоять. Как будто в ботинке. Нет. Так вот. Знаете, вы сочиняете реально. Так, этого не было? Конечно нет. Сегодня не было? Вообще зубы я не тру в платке. Ну, не зубы трешь. Не видно там. Губы. Протираю от жира, ну, от еды. От еды. Тебе жирное противопоказано. Больше не получишь. Это очень просто решается. Так, Владя, это учти, что я сказал. Чтобы он не вытирал. И избавить от этого. А давай, как я ем. Без жира, без всего. Сегодняшняя водя, ты будешь есть, как я ем. Это вопрос очень легко решается. Все препятствия в нормальной жизни, они устраняются. Видишь, я усы седем. Ты вытащишь сегодня, чтобы не забыл ничего. Ты сейчас подумаешь, что у тебя там есть. Ну, я возьму, да и все. Что? Ну, что там есть? Что там есть? Ну, вещи. Просто ты привез? Привез. Вот и забирай их оттуда. По порядку. Я тебе сейчас, как говорю. Ворма приходить, не опаздывать ни на обед. Здесь ты уже живешь, считай. И ни в ванне, ни в церковь. Больше ты иди не бываешь. У Игоря работать активно, быстро. Ты энергию не сжигаешь. Одну доску 10 раз переставить на место. Ты кверху ткнула на берху, а внизу гнильё. Пришпендорил следующее. И даже отрывать. Так там их подбирать надо. Понимаете, вот такие сложности. Доска гнилая, на гнилую доску положить и отбирать. Нет, там главное сверху, чтобы ничего не кищили. Ну, ты что там есть? Ты когда ткнула, так же греть не надо. Она воткнула свою крышу. Ты же не строишь, а ты ремонт. Если я... Так-то крыша-то спускается на вертикаль-то. Тут поднял она, упёрлась, и все, дальше. Следующий ткнул. Что ты? Я строитель. Ты всё у меня мозги-то бекрилишь. Чтобы этого не было. То есть мои претензии прошу принять. Только вот я зашёл, с камеечкой сидеть людям, он уже туда обувь поставил. Он никого не знает, не видит. Главное, что... Я говорю, тут же люди садятся. Ну, это же обувь моя. Его обувь. Её можно только сцеловать и бантикиной навешивать. Ну, скажи, вот этот ящик, что у меня было раньше? Вот всё, надпись, всё как надо сделано. Считай. Ну, например, верхние две строчки, нижние две. Или одну хотя бы, три строчки. Просчитай. Картон. А вот написано. То есть... А что такое? То есть, игрушки. А внизу сказано, made in PRC. Что это? Не знаю. People, Republic, China. Китай, что ли? А? Китай? Китай? Три буквы. People, Republic, China. Вторая буквы. Made in China. Ты живёшь как во тьме. Мотоцикл аккумуляторный. Да ты что? Да. Ну-ка, покажи. Ничего себе. Ну-ка, давай. По-русски. Просчитай. Вон написано. Где? Да вот, вот, вверху. Вверху. Где? Вот, вверху. Я вот только просчитал. Нет, вот. Ну, по-русски. Я не знаю, я не глядел. Вот. Значит, они переклеили. Вот, пожалуйста. Ну, дадите. Где мотоцикл аккумуляторный? Они, может быть, наготовили эти... Где стрих-код? Где игрушки? Где стрих-код? Да, вверху. Володя, самый крупный бизнесмен у них в игрушках обнаружили вредное вещество. Он застрелился. Ничего не... И, может быть, заранее заготовленные были картонки, а там дальше нахлопнули и поехало. Все равно считать никто не может. Что они там привезли? Вон, я крупно вижу, то есть. Так, Виталий, мы с тобой договорились? Нет. Ничего не нарушают. Это устав. Не знаешь, что будет спросить Сергея? Так, Сергей, уезжаешь с собаками? Да. Вот так. Я хотел еще помощника с тобой взять. Что там нужно? Помощник мне там нужен. Куда? Со мной на два дня отдадите его? Не знаю, смотри. А как вообще делать? Съемку вести, видео. А? Видеосъемку вести. Для этого вести, ну там любого попросили. Это для этого не стоит. Нам нужно было вести съемку. Тебе заказали, Барнаулит и снял. Мне нужна съемка где-то, я прошу их. Отзывы брать. А ему это только дали, это движение. Он движение не понимает. Одного гвоздя нету, он пойдет в деревню, на конец деревни один гость принесет. Отдохнуть ему хочется. Да, Игнатьич, ну ты скажи-то отзывы. Причем тут второй... Ну хорошо. Соревнования это второстепенно. Главное, там твои самые лучшие ученики, которые мы возьмем отзывы. Для тебя охота поехать? Ну конечно. Конечно. Я даже не гадал. Нет, для работы. Ну хорошо. Игнатьич, патиль, который был, там, и что кем это... Когда у меня Нила Алексеевна, это было здесь. Александровна. Ну, куда-то надо сходить было, а ты ушел. А потом ты такая, отсюда пошел туда, никому не говоря, где он ушел. Ты любишь ходить. Ты вроде в пределе, я ходил, я принес, а идет в развалочку. Руки на сзади. Сзади перекрещен. Никуда ты не поедешь, скинь с головы. Работай. Я Игорю скажу, если хоть один раз не выйдет на работу, что он тебя выгнал с треском. Работай, Лотов. Тебе надо кормить себя и сына. А ты уже переложил. А раз она замуж вышла, пускай кормит. Ты вообще какой-то... Да я не поэтому, я же вам говорю. А прощу. Я же не поэтому. То, что она полностью блокирует сына, с ним нельзя общаться. Как вы не понимаете, знаете... Я и понимаю. Суд это вынес решение с тобой не освещаться. Нет, конечно. Она самочинно это делает. Но добивайся описания самочинно. Это обговорено, как... Это с самого начала такое было. Знаешь, на все есть правила. Определенные. Если он такой-то, такой-то свидание отменяется. А если еще что-то, еще... Поэтому ты никого не вини, ты сам занимайся собой. Так. Мы поговорили с тобой сейчас. Ты это себе запиши, запиши, потому что ты сразу забудешь. Сейчас кончим, ты возьми бумагу и запиши. О бане, о столе, никуда не ездить без разрешения. И всем более, с Сергеем снимать. Дорогое удовольствие. Да, ну... Он не Путин пока, чтобы с ним корреспонденты ездили. Да, неправильно. Да, Серега, но он даже... Да, нет, я могу никуда не ехать. Мне... Конечно, можешь. Да, спокойно вообще. Даже нужды нет, и не поедешь. Но и тут вы от меня еще не получите. Так а где заработать-то можно, ну, чтобы отправить этим рабовладельцам? Ты почему ни на одной машине не можешь работать? Игорь говорит, я бы ему сейчас тот дал, тот другое. Пускай покажет как. Потому что я на машине, ну как, я давно ездил. Мне надо все... Ерек, сын его, с 12 лет машина будет. Ерек, тика. Что вы? Что тебя так трогает это? Ну, потому что я в деревне не жил. И у меня машина тоже не была. Я вот сдал на права, выучиться, маленько поездиваю, все. У меня опыта мало. А Никита ездил? Никита. Красавец Никита, что? Называйте его, пускай едет. Ветер пошел, комбайн повел. Я говорю, покажи мне, и я научусь, буду делать. Какие проблемы? Если у меня не доверяют, значит, какая-то причина есть. Потому что у него цигель-цигель, или нет времени у него. Какая причина? Серапима Гавриловна, она трактористкой была. Ты никогда не догадаешься, кем она была. Как ее господи... А я не идиот, чтобы сказать, да я кельняшку порвать, давай я сяду. И задавил второго человека в деревне. Зачем мне это надо? Я не против, только я спрашиваю, почему? Потому что опыта нет. Ну, надо стремиться к этому. С опытом не рождаются, а приобретают, умы, рмень. О! Я тебе рассказываю, показали в Италии. Внук два раза экзамены сдавал в университет и провалил. Дед, говорит, пришел просто в меистовство. И показано, едет на коляске. И поехал из зал, все экзамены только на отлично. 85, что ли, лет. Понятно? Человек сохраняется в движении. Движение какое. Он разгневался справедливо, но теперь он показал. Он может не только гневаться, а и делать дело. Я сам буду лучше это делать. Так, все у меня. Вопросы? Пока нет. Так, подожди. Ты когда ехал сюда, ты знал, что я не изменился, такой же есть? Да. Так, а у меня уверенность была в лучшую сторону. Что ты в прошлый раз у тебя был, тебя отсюда выпроводили с этим. Думаю, прошло столько времени, тут даже начал ты помогать. Вот, знаете, Виталий приедет другой. Ты меня просто обманул. А я вас в смысле обманул? Это вы обманулись, а не я вас обманул. Ну, так-то так. Но я даже предположить не мог, что у тебя один к одному пойдет. Все точно так же. Даже благоговение перед своей обувью такое, как было, когда ты мазал там чем-то ее. Так я ее сушить поставил. Она чистая, подошва чистая. Это ты всем должен показывать, рассказывать. Заехал человек, говорит, в лицо, это обувь-то чистая. А почему? А человек сел, а вот все, твоя чистая, нечистая у него прилипла. Теперь он ходит где-то заливает, уже каждую поднес. Это только с переходными, фактически. Ты заехал ему ботинком по губам. А в траву поставишь, толку нету, она не высохнет. Я тебе показал не солнце. Трава. Никакой нужды нет на скамейку лезти. Дети вот качаются на качеле, я не знаю, снимают обувь, ногами саловятся, дальше раскачиваются. У тебя на что-то есть определенное правило, что тебе кто-то приехал бы, я не знаю, куда ехать-то? Бомж. У меня ничего нет, Игнатик. Тебя можно бомжем назвать, да? Никому. Спокойно. Вот интересно, здесь два бомжа мы ходили в лес в воскресенье отдыхать, а там кладбище старое, булыгинское. И из-под земли видим, там маленький дымок идет. Подошли, не знаем, они закрываются, и снег падает на них. А там под землей два бомжа, как на кладбище, но они маленько подальше. Все. А потом в редакцию сказали, у них интервью брали, ну и отпечатали, напечатали. И один из них, видимо, согласен, а другой говорит, нет. Случилась вот такая оказия, был там-то, там-то в плену, вернулся. Жена ушла, не знаю где, квартира продана, пришел там людей, у меня ничего нет. Но я, говорит, все время подрабатываю везде. Говорит, я здесь долго не буду. Я куплю квартиру. Понятно так? То есть, никогда руки опускать не надо. Ты работай. Вчера так было, а сегодня по-другому. И люди это заметят и оценят. Меня спрашивают, вот, Виталия, тоже от Виталия. Виктор. Виктор. И говорят, а почему у него нет постоянной работы? Не знаю, уже спроси сам. Любопытная ошибка этот, Виктор. У меня на постоянной работе, где я работал, 35 лет ставлю. Трудовой записано, 35 и минимальная пенсия. Игнатихович, вы в другое время жили. А ты что считаешь, что я бы по-другому сейчас так же болтал? Нет, если бы вас в шкуру другого человека поставить. Да мне какая разница, какая эпоха. Я сегодня попал в Турцию. Семья важна. Много факторов всяких разных. Сегодня уже я бы нашел, как дальше жить даже в Турции, в Пакистане. Первым делом нашел бы церковь православная. А дальше уже все само по себе. Понимаешь, вот как? Есть такой павлин птица, а есть павлин имя. Ну, как лев. Лев человек и лев зверь. И вот он однажды пошел на базар и видит мать. Стоит женщина плачет. Он спросил, что? Сына моего в плен взяли. А сейчас продают на площади его. И увозят. А там, если надо, кастерировать могут. У меня потомства не будет. А сколько просят? Ну, просят столько-то. Денег нет. И выкупите. На продажу вы, представляете. Ну, тогда узнал, кто там торгует. Ты подошел к нему и говорит, ты, это, твой товар для юноши так. Вот все нормально? Да нормально. Ну, не умею. А на мать я купил. А на 20-й катор. Ты просишь дар. Я говорю, тебе сейчас деньги дам, мать. Вышел и сразу встал в ряд тоже. Продают. Меня продают. Купите меня. А один подошел, довольно зажиточный человек. А что ты можешь? А вам что нужно? Ну, много что нужно. Ну, сейчас, говорит, я большой сад развожу. А я садовник. Так это, без рук в руки, он на деньги платит. Заплатили, сына взял, бери. А сам пошел в плен. Себя сам продал. И теперь в саду молча работает. Не сидит. Руки назад не делает, чтобы перейти с места на место. Хозяин все время за ним наблюдает. Жена спрашивает, что это? Это человек, говорит, я его купил. Не знает он. Да ты поговори, узнай. Я-то не видал такого. Он вообще не сидит никогда. Работает. Там ребятишки забежали. Он поговорил с ними. Они больше не приходят, не ломают. Он как будто бы... Это его. Он дальше стал говорить. Он говорит, я христианин. Ну, не простой ты. Ну, нет. Так это кто? Епископ. Епископ? Так это у них, говорит, как начальник. Ну, да. А почему ты так делаешь? Он стал ему говорить. И хозяин обратился к Богу. Он хотел его сразу отпустить. Говорит, нет, я не хочу уходить. Мне так хорошо у тебя. Он ждал, когда он обратится. И хозяин всем семейством обратил к Богу. Ты такую биографию сделай. Жития святых показали это. Маленько себя ущими в чем-то. Ты вот по отношению к Насте, вера ты. Не священник, не Настя, а только ты. Жеребец, говорится. Кобель без хвосты. И все. Не венчина, ничего. Зачем ты пошел с ней? Ну? Ну, ты уже знал, что Бог есть. Знал? Не венчина, это не брак, а блуд. Ты знал? Ты ее обвиняешь при любодеянии. А ты кто? Будник. А? Будник. Да как ты имеешь, какое имеешь право-то? На слабый сосуд обвинять ее при любодеянии. Обманул-то ты ее, а не она тебя. Она тоже подумала, что от священника знакомый, это крепкая стена. А там оказалось, нет. Все по-другому. Зачем ты с ней ложился, когда ты знал, что она тебе не кто? Смотри, крупным планом дай. Что рассказать? Крупным планом, глаза дай ему. Так, протерли хорошенько. Смотри на него. Ну, смотрите, когда нас познакомили, вот этот отец Александр, он говорит, поезжай, помоги им по хозяйству. Это что означает, плохо? Ну, почему плохо? А вот до этого он мне сказал, до города, вот я тебе найду жену. Ну, на нее не показал, просто сказал. А туда послал помочь. А ты что сделал? Вот, я приехал, помог, так скажем. Мать ее, меня пошли, говорит, за вениками сходим. Вот, буквально там, на следующий день. За банными. Мы пошли. Как, кстати? Елена. Елена. Мать Елена. Пошли, а она мне такая. Эстолию рассказывает. Смотри, вот у нее по-женски болезнь какая-то. Если она в ближайшее время не забеременеет, то она уже никогда не может иметь детей. Вранье, сто процентов. Вот, и она говорит, ну ты давай определяйся, либо это, помогай нам, вот ей, либо шуруй отсюда, короче. То есть, веником на тебя пропарило-то в мозге. Вот, а я как, я такой, ничего себе, я ничего вроде даже не, ну, я проволчал. Но она увидела, что ты ее осеминить можешь. Ну да, но внутри у меня, конечно. Болезни у нее уйдут. А потом, когда... Да, да, да. Потом, а дом был всего одна комната. Приехали друзья, вот, сразу же, буквально, там, в ближайшие дни. Их положили в доме. Мать ушла в другой дом, а меня положила с ней в сене. Ну, там, вот, в летнюю комнату с Настей. Да. Ну и все, а что? И ты прополз туда? Куда прополз? У меня еще ложа низкая была, сумел залезти? Вместе на один, на одно ложе положили. Мать положила? Да. Ну а ты зачем остался-то? Ну вот, вот, вот моя... Ну, Иосиф, прекрасно-то, жена Потипана схватила его, а он вырвался, одежду... Ну, там другая ситуация, Игнатьевич. А? Все равно там другая была ситуация. Ну, насчет от вороса, да. Там другая ситуация была. Ну, какая именно? Ну, вы же знаете, какая. Ну, какая. Че себе? Он целитель. Ну, какая ситуация? Да как какая? Тут меня уже женить собираются. Ну, они собираются. А там вообще другое. Он, у него, так сказать, по лесу и ножа ходит, и тут это еще баба к нему... Ну, ты его выскочил с комнаты, ты ушел и все изогнешься. Да я уже принял ее, как же... Ну, я согласен был. Жениться. Но у меня не было знаний, что если такое женщина говорит, теща, ну, вот это вот, ее мать, то это... Ты как спаситель, как самарянин добрый. Надо мешать было. Залез под любку. Короче, я лоханулся. Лоханулся я очень сильно. Ну, ты врач, у тебя как? Скальпель-то не... Костя был зачат в эту ночь. Сын. Да к тебе можно легко сейчас поставить терапевтом каким-нибудь. По-бесплате. Святой Виталий. Да, у тебя глаза, говорит, кобылинные. И ты все это помнишь, и... Ну, то оно, что тебе прекрасно показалось. Ну, я говорю, это было... Ну, это сын, сын зачался в ту ночь. Она мне потом говорит, а я беременна. А тебя? Ну, ладно. А мать твоего-то после этого изменила тебе отношения? Она изменила, когда я, ну, зубы показал ей. Она лезла постоянно в семью мою. Ты уже семью и считал? Нет. Вы еще говорите, когда она изменила ко мне отношения? Когда я на нее так, ну, так сказать, жестко ей ответил, и все, я понял. Ну, за что именно это опять-то жестко? Потому что она лезла в мою семью постоянно. Ну, где она лезла? Ну, она ее постоянно дергала к себе, и все. Выдрала ее из... Мы потом поехали жить отдельно, а она потом приехала, и она ее постоянно... Она вообще мне потом говорит через некоторое время, иди, говорит, в монастырь, а я ее в себе заберу, и заживем хорошо. Ну, то есть я, по сути дела, я действительно был как вот спермодонор, вот как сейчас говорят. Нужен был им. Это бабья яма, понимаете? Вот есть такое бабья яма, женщина. Бабушка одна жила. Как донор, но чистая кровь и чистая сила сибирская жила. И потом мать ее, и она, и все. Бабья яма, такое понятие есть. И живут они, себя называют. Бабий дом. Есть такое фильм, есть кино такое хорошее, «Ребро Адама». Там вот очень хорошо показано, как красный, красивый. Любишь это кино? Ну, я смотрю, я такой изумляюсь. Сергей, пятая, седьмая глава первая Коринфина. Он на этой главе все изъездил уже. Там правдивый фильм, я это все видел в своей жизни. Вон там повидал. Понимаешь, ты тихоход. Ты не мог убежать даже. Когда она вас оставила одних, ты бы сразу выскочил, вышел, как Алексей Божий человек-то. И все. И кончилось. Вы будете иметь скорби по флоте. А мне вас жаль. Храмы были открыты. Почему же ты не встретился с Ткачевым, Андреем? Не было я вот тогда еще, он на Украине был. Если я бы с вами встретился, другое дело было. Ты бы меня сейчас обменял вместе со священником. Какую жену отнял? Там красавица. Там такая теща. Если я бы, вот по мне, как вот, я бы с ней, как с человеком, мы вообще абсолютно разные люди. Я бы никогда с ней не сошелся. Вот если бы меня спросили, вот неделю бы я пожил, посмотрел, я бы убежал. И как ты с ума не сошел только от такой трагедии? Ну из-за веры? Какие-то планы были лучше, и вдруг такая катастрофа. С ума не сошел благодаря, ну хоть маленькая вера есть из-за этого. Игнатия Принчанинова вспоминал мысли из Писания что-то. И вот это не... А как ты в семинарии-то попал после такой беды? В смысле как? Я до этого в семинарии учился. Да то есть ты семинаристом залез туда? Какая глава? Меня отчислили из семинарии, ну как сказать, священник был замешан. Мы к нему ездили на приход по воскресенью? Я писал про это, любил, что кормят хорошо. Нет, мы ездили для того, чтобы практику священническую. Ну мы смотрим, как вот пастырь, ну вот слово любимое в кавычках, окормляет там сои всех. Любимое мое слово? В кавычках я сказал. В кавычках, конечно. Нам, чтобы на клиросе попеть, посмотреть, как он проповедь произносится, как он пасет словесных овец, так скажем. И все так ездили, все, все семинаристы. А нам почему-то, меня и моему товарищу Андрею Печерину, сказали, вот у нас есть духовник свой, семинарский, вот его, будьте при нем, а туда не ездите. Вот, а я такой, ну, а я, как сказать, свою волю проявил. Я говорю, я буду ездить, мне там, ну, мне душа требует... Не покорился. Не покорился. Вот, и в итоге меня отчислили. Только за это? Ну и за это, да. А вы образы теперь, что тебя бы не отчислить. Духовно такой требовался. Пустоглазый. Игнать Тихонич, я знаете, для чего в семинарию поступил? Чтоб христианство узнать, не для священства. Мне интересно было христианство узнать. Это семинария, да при чем тут? Ну, как при чем? Ну, как ты думаешь, я христианство знаю, нет? Лучше всех. Ну, я и ни одного дня не учился. А ко мне приезжали, там, я вас сильно называть буду, даже не поверишь, кто. Моя ошибка, потому что я папам доверял сильно. Я не знал, что они двойную жизнь приведут все. Практически всех. Знаешь, это вот диспут был такой. Алла Борисовна, знаешь, кто такая? Пугачёв. Пугачёв. А Владимир Вольфович? Жириновский. Вот они были за собой. И она ему задает вопрос. Вот скажите, Владимир Вольфович, это вам как-то разрешается, совмещается с вашей должностью? Вы глава, там, лидер ЛДРП? Или вы с детства такой наглый были, что никого не забрали? А он дальше ей отвечает на все это. Она такой вопрос им укинула. Я теперь его обращаю. Ты с детства был такой, вот такой сейчас? Или постепенно нажился? А ты слышал такое выражение? Блудник, скудоумен. Да, вы же и говорите его. И не надо на большее рассчитывать. Ты был готов для этого. Ты не проигрывал никакую ситуацию. Я на корабле, у нас крушение. Я представляю, что это крушение у нас не на Балтике, а там где-то, в Индийском океане. И меня выбросили на остров, как Робинзона Круза. Но там оказалась одна, то есть емка молодая, тоже авария была, ее выбросила. Ну и она, холодно, греться ко мне лезет. Что бы я делал? Я бы слил, как шимпанзе, гнездо на дерево, и все. И когда я слил, когда залез, она бы не видела, или ушел на другой конец озера, этого острова. Я проигрывал. А почему нельзя? Нельзя. В самый момент совокупления я могу умереть, и душа навеки в ад пойдет. У тебя не было страха никакого. У меня такого не было, да. Ну вот в этом-то дело. Я ни в семинарии не учился, нигде. Я знал, что это грех. Вам в детство вложила мать? Мать заложила с детства, да. Царство и небесное, роде своей боли. А если бы вам мать читала бы книжки, открыла бы книжку, а там про Ленина написано, что он из живосвятых ходит, по травке ступает, и трава обратно разгинается после его шагов. Ну как бы плывет над землей. Вот бы вам это бы читала, мать. А если бы она вам читала? Я бы читала, я понял бы, что это неправда. А она зачистую воду бы вам выдавала. Ну она бы выдавала, но я-то не поверил. Я уже учился в северской школе, что говорили. Нет, а вы еще вот маленький. Я маленький, еще пять лет. В школу даже не ходил. Я уже знал, что я буду террористом. Убивать коммунистов за то, что они сделали. А я бы им поверил, Ленину. Я знал, что это бандит, разбойник. Я пять лет уже знал. Но вам отец это открыл? Отец открыл, да. Царство его неверное, Тихон. Вот так. Ты, конечно, этого лишен был. Я тебя не виню, но... Вот я думаю так. А если бы я жил, допустим, в Пахистане, в Иране, в Тунисе, и вообще бы был бомжем, и нашел бы я Христа или нет, зная себя, я сказал бы, я нашел. Когда мне предстал вопрос, 23 года, Евангелие попало, я сразу, я еще не понял, мне Бог сразу открыл. Это от него. Но попутно я сразу стал изучать ислам, буддизм, дауцизм, все, что можно было. Агни, йоги, по ней я делал доклады в университетах. Понимаете, это в человеке. Я искал, и Бог нашел меня. И слово его прозвучало во мне. И я его не скрыл, сразу другим стал говорить. Это даже вот ничего, ничего бы не знал. Варвара великомученица, она, отец состроил ей специально столб такой, ну, дворец такой большой. И она там была. Она ничего не знала. Но только она смотрела на идол, которых отец любит. И как они могли все сотворить в меня? И она их в окно выбросила. Видала, ее никто не учил. И однажды какой-то человек подошел и просил милости. Ему сказали, что это за дворец. Это такой-то, такой-то диаскор. У него, говорит, дочь есть Варвара. И она там, он никуда не выпускает. Учителя туда приходят к ней. А можно с ней поговорить? Можно. И он только один раз поговорил, а она стала христианкой. А дальше будет Варвара великомученица. Она связывала с этого. И там строят бани. Она подошла сколько в окно? Два. А почему два? Они говорят, что сейчас солнце и луне. Отец поклоняется им. Она говорит, что три это лучше, светлее. И сделала три окна. А отец приехал. А почему три? Проект у вас на руках. Ваша дочь. И она ему рассказала о Святой Троице. Ее никто не учил. Встреча один раз. А варвара писал, почитай индийский. И отец все сделал для того, чтобы он никогда не знал. Это в человеке заложено. Никогда о Боге не услышал. Когда он родился, то ему сказали отцу, что у него глаза слабые. Если он увидит солнечный свет, он ослепнет навсегда. До 12 лет, чтобы он ничего не видел. И отец ему там подземное освещение, все. И чтобы он о смерти никогда не знал. И как только тот же заказчик заболел, он его заменяет. И он не знал, что есть болезнь. Ничего нет. А 12 лет еще раз обследовали. Говорят, теперь нормально. Ну и в город. Он решил в город осмотреть столицу. С пути убрали всех больных, всех нищих. А один выполз на дорогу. И просит подойти. И он говорит, это что? Ну это вот это. Больной. А почему? Ну разная причина. Так это что? И я могу заболеть? Ну конечно. Вот это да. А тогда зачем все это богатство? А если дальше так будет болеть, то еще дальше? Он говорит, да умрет. Вот так руки сложит и глаза закроет. Как человек разве не всегда живет? Нет, он умирает. Он даже этого не знал. И когда ему все рассказали, всю дорогу, он закончил по городу эту экскурсию, вернулся и говорят, смотрят, а там девушки молодые пляшут, танцы у них там, дискотека. Он там посмотрел, а это кто такие? А это, говорит, чертовки, которые соблазняют мужчин. Чертовки. И когда он вернулся, его спросили, а что тебе больше всего понравилось? Вот эти чертовки, которые соблазняют мужчин, мне сильно понравились. А они еще, еще не знают. И Господь его нашел. И тогда решили. Пленная была одна царица, царская дочка. Ты его соблазни. Только один раз соблазни, тебя царица сделает. И он нашел вкладяться. И когда он смотрел, уснул и видит, ему такие собачьи морды резут. И он когда проснулся, они такие ему и кажутся. И он отошел. И смотреть даже не стал. А дальше уже другая история. Он станет христианином, которого церковь канонизирует. У тебя внутри ничего не было. Чертовка. Цариса. Ну, один раз только побудься. Один раз, говорит, она ему говорит. Один раз, там полчаса. И все, больше не надо. Нет, я погибну. Я потом считал. Потом, когда уже принял Христа. Это моя биография. Мне сегодня выставляет Юрий Соболев материал. И говорит, я читаю. А это про вас. А там Мамо, это священник Габриэл в Грузии. Наш современник был. А это Мамо Габриэл по-грузински говорит. И вот он говорит. Ну, давайте вообразим так. У вас сегодня, ну, плохой Путин там, плохой Шаварднадзе. А цариса Тамара, героиня. Так, священником у вас стал Николыч Чудотворец. А вы как понимаете Николыч Чудотворец-то? Это он будет гладить вас? Он говорит, вот заходит. Николыч Чудотворец, я вот пришла, мне вот это надо, то другое не хватает. Вот сын запился, а дочь, это, а сноха блудит. А мне в Париж надо ехать, а мне некогда. И он все это, а Андрей, так еще вот это рассказывает-то. И как? На чем мы думаем? И на него жалобы патриархии тут же полетят. Вот такой злой, говорит, а знаете, как Алью, говорит, он влепил. Так вот, говорит, кое-кому бы фотографию попортил бы еще нынче-то. Никол, вот, а что такое-то? А если бы это Архангель, Михаил был настоятелем, только одна кучка пепла бы осталась. В этом свете-то. Так поэтому, у святых, говорят, святые священники, а мы грешим, у вас такие священники. А меня-то за это обвиняют. А вот вы так строго говорите, я ничего не говорю, кроме того, что сам исполняю. Исполняю, я тебе говорю, лучший вариант. Во всем. Вот мы в лагере, вот, как идешь прямо, и тему тараканье там, внутри, это, по низу огонь идет. И в это время, синочка мы называем, ты сагустка слила гнездо. Что бы ты стал делать? А мы тут ходим, она все время вылетает. Руку протяни, можно взять ее. Что бы ты стал делать? Детский лагерь действует. Я взял палатки военные вот эти, и стою с другой стороны загородил, а тут жертв, чтобы туда никто не заходил, пока она не улетела. А днем двери-то открывают, и не видели, что ласточка слила гнездо. Когда увидели, она уже сидит ласточка-то. И что сделали? Посоветовался со своими насельниками, и переселились дети в другую, а ее открыто оставили, пока она не вылетела. Одной келью лишились, благодаря ласточке. А вы двое вчера сидите там, разделися два бугаря. И вот сидит лежу, только голая. Что такое? Кто там? Ну там же ласточка, ну как ты не видишь, что она плачет, стоит. А ты сейчас попарился, вышел отдыхать. Какое отдыхать, когда тут женщина сидит, ждет? Вот в этом ты весь. И поэтому, если бы не Настя, ты бы нашел где соскочить. Все равно. Ну, до 27 лет не вскакивал уже. А? До 27 лет не вскакивал, я специально отдумал, что... А как тебе верить-то? В смысле? Если соврешь, не зажавеет. Ну, не верьте. А мне зачем там врать? Да ты откуда знаешь? Другу Божию я буду врать, мне это зачем? Как туда ты знаешь? Что знаю? Ну, я имею в виду физически. Ну, физически, ладно. Еще дальше. До 27 лет столько ума нажил, что полез. Вот. А я в церкви вещания не послышал. Слышал. Ты бы сказал, Настенька, нельзя этого делать, пока мы не помещаемся. Ты мог сказать? Черт, дергаешь усами, это как это, Суслик. Это президентская, это вот. Президент и его внучка, это как еще одна усами задергает. Ну, ты бы ей сказал. Но она бы не стала себя показывать, а не схватила бы тебя, говорят, за луку седла. Да, конечно, если я бы... Так сделаю. Да надо вообще было бежать оттуда. Одна говорит, машина сломалась, там, американка. Ну, и надо доехать, да? Что, что за машиной-то? Новый. А ты что? Нет. У тебя есть? Да. А ты знаешь, это седло, а у седла вот такая впереди, вот такая лука называется, чтобы держать седло. Видал седло на коне? Ну, тут за один едеец подъехал, ему рассказали, говорит, женщину вот надо довезти там. Ну, она там пока в гостинице побудет, а потом механики приедут, отремонтируют. Ну, ее посадили сзади, она около седла сидит-то. И он ее повел где-то быстро, и она все за луку держалась-то. А когда, что он так беспокойно себя ведет? Когда приехали туда, ее ссадили, она говорит, как ты не упала? Я за луку держал. Я говорю, да у индейского этого, индейского седла, говорит, луки-то нет как раз. За что она там держалась-то? Вот так. Так что ты, дружок, никого не вини. И священник хорошее, и Настя твоя вини. Очень хорошее. Вопрос можно? Можно. Вот смотрите, Игнат Игоревич, может ли принять так называемый иноческий образ, ну, монашества? Да. Человек, ну, женщина, которая в прелюбодействии. Одновременно? Ну да, то есть она, по сути дела, уже, вот смотрите, она была венчана, да, потом стала, отошла от него, кстати, к священнику. Вообще, я расскажу с самого начала. Вот смотрите, как было. Она, вроде бы, уверовала, заинтересовалась. Вот. И стала ездить на ночные службы к этому священнику. А он любит ночные службы, там, кричения, еще какие-то большие праздники до на десятые. А муж, он не уверовал. Ну, и он говорит, куда ты ездишь-то по ночам? А я вот езжу к батюшке, хороший батюшка, и по телефону с ним очень долго говорила. И вот езжу на ночные. Он ей запрещал, она все равно ездила. Потом, вскоре родилась вторая дочка от этого мужчины. И родители его говорят, так это не твоя дочь. И его родители накрутили. Он в гневе выгоняет, вот точно не моя дочь. Ты жениться еще будешь? Хороший вопрос. Хороший вопрос такой. На ком вопрос? На ком? Не на местной телке. Я, Игнат Тихонович, у меня кредит доверия практически нету, нету его к женщине, к женщинам. А вот, знаете, большая часть, которая так показывает, что они жены на навесе, это монашество, вот они первые падают. Ты наоборот, благодари Бога за женщину. За то, что Господь так все устроил. Благословен Господь. Ты посмотри, у нас какие сестры. И Господь хранит пока. Ну, слава Богу. Так я, ну вы мне не дали дата рассказать? Да еще, Даша, я не хочу слушать. У тебя все там на этом замешано. Нет, по сути дела, так вот, вот эта вот женщина, ее в монашке постригли. А она благословляет свою дочку на прелюбодеянии. Ну вот это все, вот как это можно сказать? Монашество это надуманное все, не евангельское. И Даша, что делает? Мне она там подходит и говорит. Не где-то, я тебе скажу, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. В Жордан-Бирском монастыре. Горе-то какое. Помолиться бы вам попрошу. Я говорю, что она называет там? Нина и Василиса, две дочери у нее, к примеру, сказать. И вот старшая задумала, или младшая, кажется, там с монастырю. И она всякие разы находила. Игнатия Бричанинова, то другое, и эту. Тоже туда. Но они уже там, как и на Кине были. Я так понял. А потом вдруг на нее напало что-то, она стала искать, хочу замуж, знакомство. И сама и сестру туда затянула. А сестра какая-то такая безвольная. Ну а потом получилось, где она там что-то, получила, что хотела опять. А ее бросили. И она бросила вот это под поиск или что. И она теперь что теперь, как. То есть у вас такие картины, что слушать нищего, одинаковые везде. И мать, это видно, что она одета в монашка. Так вы говорите поп. Так вот поп вот это, вот это все, это же благодаря попу. Он это как бы благословляет все это беззаконие. Не знаю. Благословляет, короче. Я уверен, что он благословляет. Как это не верить его? Ну не верю, все. Ничего себе. Я вам рассказываю, как есть. Я не верю, что священник это благословляет, чтобы она прелюбодействовала. Он ее знакомит. Он знает, что она в венчанном браке. Он ее знакомит уже при мне. С очередным прелюбодеем. Который приезжает. Я это все на моих глазах. Это искушение тебе было допущено. Тогда я не знал просто канонов. Потому что это табу в московской патриархии. Эта тема табуирована. Благодаря вам, благодаря Валерию Сутармину, я стал вникать в эти вопросы. А это все табуировано, Игнат Тихонович. Вы же сами не знаете. Вы же сами рассматривали, сколько причин сейчас для развода. Одна причина, указанная Господом. Притом, при живом уже, не когда она уйдет, а при живом. Если выйдет замуж, называется... Вот так. Все, наверное, тут, ребята. Я укладываю так. У него стихотворение, я бы скинул, все мои 3460 стихотворения. Ну-ка, заведи теперь стихотворение, слово АКУЛ с няким знаком. Иди-ка, посчитай. Сходу. Который платочек нос уже не вытирает. А ты уже вытер нос. Все там нет. Сначала сокли намазал, а теперь по губам. Да нет. С этим платочком, а не гармон, не клади. Заметь, у тебя не получится. Ты первым делом сейчас новый платочек вытер сопли. А у меня нет соплей. Не надо говорить. Еще не знаешь, когда нет соплей, ты тяжко больной. У тебя все пылинки пролетают, и ты таким бы не был. Это большая, большая беда, когда нет соплей. Сопли – это слизь, которая выхватывает, ну, калорийка. Вот человек болезненно реагирует на слитые. Как называется болезненно? Аллергия. А на что аллергия? На пыльцу какую-то? А почему у нас не было ни одного человека такого? Иммунитет хороший. Удругая аллергия на коровку. Здоровье хорошее. Все, как честь. А никто не обращал внимания. Хорошие. Такие же люди. Никто не считал это заболезненно. Никто. Вот смотри, он сейчас заглядет. Акул с мягким знаком. Пронилу желудняного сейчас найдешь. Акул с мягким знаком. Акуль. Что там написано? Акультет. А, нет, дальше. Акулий пастю. А это стихотворение? Да. Акулий стаи. Надежнее. Акулий полигон. Ну-ка, давай. Каракуль. Дальше. Все. Я не думаю так много. Я думаю, лучше быстрее найти, откуда сейчас полигон. Какое еще там есть слово? Вот он. Полигон. Вот это есть. Выше поднимки. Как называется? Сбилось. Как? В сектуре они так сбились? Свидя, акулий полигон. Сбилось. Сбилось она, сбилось. Сбаловна, подизон ты закрыл его. Сейчас. Выйди на первый куплет. Сейчас. Вот он. Что там написано? С пространством неразлучен человек. Давай. Отмерено задолго до рождения. Доколе не покинет белый свет. И как будет раствориться в подземелье. Сестра к себе сегодня пригласила. И его опыта скопировать, он отдельно сделает большой. А на чистый лист, вот. Скопируем. И так же посчитает. Все, ушел. Скопируем. Контр влезет. И не закрывает. Да, я тоже сходно-то трудно читаю. Контр влезет. Нет, конечно. Вот так. Вот. Теперь куплет от куплета. Оторви. Во всю страницу. С новой строки начни. И между ними сделай пролет. Дальше. Она тут буквы стала съедать. Это надо это сделать. Текст увеличили, она сразу буквы съедает. Ну, меньше времени, а потом пока отравим. Где-то там тоже. Как бы развалить. Вот сейчас еще успешно. Тогда это нормально. Дальше я отравлю вот она, наверное, сзади. Вот так. А теперь выделим все и сделаем меньше шрифт, чтобы вернулись слова. Четверо отступы. Все, отметь как же все. Все выделим. Ну, дальше все получилось. И вот сюда попробуй нажать. Вот сюда. Сюда? Нет. Да, вот на это нажми. И вот сделай там два с половиной, например. Или два там, попробуй. Нет, меньше сделать теперь. Зачем так? Чуть-чуть. Один с половиной. Вот один и пятнадцать. Ну, давай, металли, считай. А теперь можно вид сделать. Вот вид сюда. Гляни вид. Вот, посмотрели. Ну, быстрее. Режим чтения. А, нет, масштаб. Сколько? Ну, ладно, не надо как есть. Ну, пожалуйста. Ладно, поскоро. Давай, считай. Похрупнее вот делай. Да, и натикать сходу это... Ну, сходу это верить в прощавую. А вот афория, она может вообще... Ладно, не считай. Считай в голову. Это. Алина, сюда заберите, чтобы... Нет. Считай. Чуть-чуть вот так вот, на анбок поверни. Во. С пространством неразлучен человек. Отмерено задолго до рождения. Да коли не покинет белый свет. И как бы раствориться в поземелье. Сестра к себе сегодня пригласила. Отвидать от ее привета и щедрот. Два этажа. Фронтон с высоким шпилем. Любому богатею нос утрет. А я потерянный по комнатам слонялся. И жался по углам и этажам. И расчленял их комнаты на классы. Под церковь с алтарем. Хозяев ужимал. Мое жилище норка пискаря. Сравнение с акульим полигоном. Подсчитывал. Пространство греют зря. Придут китайцы. Постояльцев сгонят. Артисты, меценаты и хапуги. Грабители народа нет богатых. Кижи без топора и без зазрения рубят. Не для людей, а для скотов и гадов. Сквозняк. Величие надутого искусства. Пытаются подделаться под святость. Но не секрет, что место это пусто. А возрождений не надо только вякать. Как дорогие мои апартаменты, разбитые на полки и пласткарты. Затеряны кубические метры. Затаряны кубические метры. Здесь кран. Столы разборные на парты. Конечно, блоком нужно проходить. Между кроватями забраться на палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди. А грабит КГБ и тюрьмами заплатит. Пространство узкое и узок царства вход. Не кладки, а термистый путь обещан. Ужмемся, потеснимся, ляжем в гроб. В каком пространстве мы воскреснем вечность? 23.10.05.2. 13 лет назад. Ну-ка, посчитай. Посчитай это стихотворение. Теперь уже есть. Садись, сам передвигай. Садись. Давай. С пространством неразлучен человек. Отмерено задолго до рождения. Доколе не покинет белый свет. И как бы растворится в подземелье. Сестра к себе сегодня пригласила Отведать от ее привета и щедрот. Два этажа, фронтон с высоким шпилем. Любому богатею носу прет. А я потерянный по комнатам слонялся И сжался по углам и этажам И расчленял их комнаты на классы. Под церковь с алтарем хозяев ужимал. Мое жилище норка-пискаря В сравнении с акульим полигоном. Подсчитывал пространство грейб зря. Придут китайцы, постояльцев взгонят. Артисты, меценаты и хабуги, Грабители народа, недр богатых. Кижи без топора и без зазрения рубят. Не для людей, а для скотов и гадов. Тут надо объяснять, Идна Тихович. Да. Сквозняк величия надутого искусства. Пытаются подделаться под святость. Но не секрет, что место это пусто. О возрождении не надо только вякать. Как дороги мои апартаменты, Разбитые на полки и плацкарты. Затарены кубические метры. Здесь храм, столы разборные на парты. Конечно, боком нужно проходить, Между кроватями забраться на палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди. Ограбит КГБ и тюрнами заплатит. Пространство узкое и узок в царство вход. Негладкий, а тернистый путь обещан. Ужмемся, потеснимся, ляжем в гроб. В каком пространстве мы воскреснем в вечность? А что ты будешь пояснять? Тут все ясно. Нет, вот здесь вот. А что пояснять? Ну, поясню. Посчитай. Где непонятно. Ну, вот тут вот. Кто такие скоты и гады? Это для реальности? Это люди, люди. Скоты и гады. Порождение хитин. Это гады. Кижи без топора. Ну, то есть себе всякое такое. Ну, конечно, и в контексте-то прочитаю, о чем речь идет. А вот сквозняк вот этой гады. Ну, да, дальше. Сначала прочитай, чтобы там было понятно. Кижи, что это такое, Кижи? А? Кижи. Высокое произведение искусства. Да? Так. Кижи, это же высокое искусство в архитектурном строении, ну, в архитектурном искусстве, правильно? Игорь, что это? Без одного гвоздя Кижи построено. Ну, конечно. Это церковь, которая там построена. Из дерева одного. А я вам показываю, что здесь делать, чем хвалится. И куда там все пойдет. И как бы я это все теперь оприходовал. А вот сквозняк, величие надутого искусства. То есть это все пролетит, государство-то в одну хорточку вылетит, в другое надутое. Что? Ну, да. Он пытается подделаться под святость. Ну, да. Там и гону повесили. Но не секрет, что место это пусто. О возрождении не надо вякать. Вот. Я не думаю, сижу, у меня просто рука опишет это, и все. Ты не составишь так предложение-то. Ты смотри, сколько заложено. А потом... Ну, теперь вы про свое жилище рассказываете. Давай дальше что-то. Это какой адрес-то был? Адрес, где вы жили? Какой где жил? Я не жил, я... 12 метров-то. А вторая строительная 62-16. Вот вы про это же сейчас тут? Ну, конечно, сравниваем с этим. Как дороги мои апартаменты. Да. Разбитые на полки и плацкарты. У меня все на два этажа было. На три. Затарены кубические метры. Здесь храм. Столы разобраны на парты. Вот так стол подцепляешь здесь, и дальше пройти невозможно. Сидят люди на 12 квадратных метрах. А 11 человек ночуют, и никто на полу не лежит. 11. Дальше. Конечно, боком нужно проходить между кроватями. Забраться на палате. На третий этаж? Да, палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди. Ограбит КГБ. И тюрьмами заплатит. Ну да, за то, что там забрали у меня магнитоконы, все, и в тюрьму посадили. Рассчитались. Все, благодарю. Благодарю. Я вошел вникать в каждую строчку.